привет всем кто сейчас смотрит это видео это касается и дроноводов и дрономанов и моих подписчиков а также случайно оказавшись на моей страничке и просматривающих этот видеосюжет я сегодня хотел бы затронуть тему плюсов и минусов фпв дронов на раме и в корпусе какие положительные моменты или качество свойства у фпв дронов собранных на раме и какие преимущества у фпв дронов собранных в корпусе ну давайте начнем с рамы рама увидеть тут разобранный конечно кого готов так после двух падений и я в конце концов выяснил почему же были эти падения загадку двух падений все проблема была в акселе акселерометр ну где-то от частых ударов по-видимому не знаю или дефект был в полетном контроллере изначально кто внимательно следит регулярно посмотрит мои видео еще с прошлой осени помните что у меня была проблема в прошлом году с этим полетным контроллером когда я установил прошивку и на 6 акселерометр у меня тормозил вот так зависал медленно двигался потом я перепрошил на 70 и он мне вроде как начал резво вращаться и якобы эта проблема ушла но она ушла да не совсем потому что если акселерометр он так барахлил где-то не было контакта не было контакта процессора микропроцессора с самой платой и поэтому были эти проблемы естественно вот эти два последних полета были с падениями от каждого падения этот дефект увеличивался и в конце концов после второго падения когда я попытался откалибровать акселерометр он у меня не калибровался до две последних позиции вообще никак не определялись это меня вынудило сделать небольшой ремонт я просто прогрел хорошенько прогрел микрочип до состояния плавки ну и как вроде как проблема это ушла но не совсем вы видите что здесь у меня нет регуляторов оборотов только два я решил поменять двадцатки которые у меня сгорели двадцатки на тридцатку заказал на алиэкспрессе мне прислали комплект четыре садки из них три были с буквой s вот я покажу вы видите в этом регуляторе если видите вот буква s красненькая тонн из этой партии что не прислали с красненьким только один регулятор а три были желтым и вот эти желтенькие они не пошли с этим полетным контроллером я не знаю не закрутились моторы с красненьким закрутили закрутился мотор а с желтенькими нет сейчас китая какие-то праздники государственные предприятия не работают хозяин то есть продавец обещал разобраться с фабрика в чем проблема а с алиэкспресс уже поздно так как сроки все прошли 14 дней которые дается на предъявление претензий они давно закончили но это не самое главное и так какие преимущества квадрокоптера на раме честно откровенно вот только доступ доступ ко всем элементам квадрокоптера проще видишь все элементы но хотя на мой взгляд я в прошлом видео говорил кажется что я с самого начала не был приверженцев этих моделей в сборке сборки я просто ты не сборка сложнее здесь надо все вымерять проводочки до миллиметров втискивать каждый элемент квадрокоптера сложном сборке более тщательно и нужна сборка квадрокоптер конечно когда уже потом привыкаешь а но ничего сложного нет прежде чем собирать квадрокоптер планируешь что-то и под него подбираешь детали и полетный контроллер и регуляторы и моторы поэтому предварительная работа идет поэтому сборка идет тоже уже по ранее намеченному плану внешний вид ну кому нравятся эти этажерки я не знаю у меня такое складывает впечатление что что-то незаконченное в этой в этом этой модели да у меня тут сейчас снят сняты некоторые элементы потому что квадрокоптер находится в стадии ремонта для камеры сюда лишнего ничего не подвесе подвес для стабилизации экшн камеры изображения нет потому что не всегда экшн камера даже с цифровой стабилизации может справиться с теми 100 вибраций которые присутствуют подчас на на корпусе и поэтому желе а иногда просто сильная тряска не присутствует видео это если до съемки если ваш дрон но этот собран для спортивных целей для фристайла для гонок когда это неважно то вот основное преимущество что можно лепить дроны и 2 дюймовые и 3 и 5 и 7 и 8 дюймов но больше я больше 8 дюймов я не увидел видел больше 10 12 дюймовые но это уже совсем другая песня но это спортивные как правило это до 7 дюймов для съемки различные лупы они как правило 2 3 дюймовые там это уже корпус можно сказать защищенный видел на раме пытаются тоже люди корпус сделать закрыть как-то свою электронную часть но это очень редко приводит к перегреву элементов управления но не всегда это всех не всегда это хорошо основное преимущество это доступность и вас доступность органов управления которые можно менять очень быстро не разбирая всего квадрокоптера доступ сняли верхнюю панель заменили все что надо деле это буквально считанными вот это основное преимущество но это что можно собирать модели маленьких от маль от очень маленьких и до средних ну как показала практика ценность этих квадрокоптеров невелика и расставаться с ними как правило не жалко если они дешево обошли обходятся поэтому используют как дрона камикадзе то есть цепляется определенное взрывное устройство и снаряд будем так говорить граната и она летит для уничтожения используется для уничтожения военных целей вот это вот сейчас наиболее популярное применение этих моделей да но еще одно преимущество то что можно летать в акро в акро получаешь больше эмоций но если для эмоционального так сказать больше получаешь ощущение полета особенно когда ты в очках управляешь а фпв это как правильно переводится так управление от первого лица поэтому все что все модели которые управляются от первого лица то есть с использованием мониторов дистанционного управления мониторов очков смартфонов других это все модели фпв а не только вот эти фпв неправильно реализуют фпв вот прилетел фпв это мавик тоже фпв все остальные тоже фпв вот это вот модель вот у меня стоит сейчас здесь это тоже фпв поэтому не путайте товарищи фпв это управление от первого лица если вы отделе очки или взяли пульт управления в руки с монитором или со смартфоном и управляете используя видеосигнал это фпв ну вот преимущество этой модели но это субъект мое чисто субъективное мнение потому что я конечно могу быть не объективным но мое субъективное потому что я больше чем уверен что спортсмены которые занимаются фристайлом гонками и вообще люди которые посвятили свое хобби превратили чуть ли не в профессиональную деятельность они могут доказывать совершенно другое ну я преимущество о недостатках скажу открытая форма постоянно засоряется шасси здесь нет как правило падает на брюхо это все удары какие тут не были амортизаторы это все удары по полетному контроллеру это удары по регуляторам это удары по моторам удары по подшипникам и так далее засорение как бы вы тут лаком не смазывали все это дело влага все равно попадает пыль набивается забивает контакты засоряются очень часто какая хорошая пайка не была провода не все силиконовые они провода чаще всего пвх ломаются камеры тоже от этих всех ударов сотрясаются а поймите что камера фпв камера курсовая камера это оптика а любая оптика от ударов она тоже портится линзы разбалтываются расходятся как бы они качественно не были сделаны но тут масса таких проблем то есть вот это вот открытая форма она имеет свои преимущества и свои недостатки недостатков я считаю больше вы не полетите вы не полетите в снег вы упадете в снег и есть шанс что у вас что-то здесь замкнется потому что он горячий снег попадет полетный контроллер я не веду здесь греется приемник греется много деталей которые греются регуляторы греются моторы греется попадает влага и все возможно что произойдет замыкание ну вот это открытая форма имеет масса своих недостатков и все убираю модели фпв которые собираются в корпусах даже детских квадрокоптеров модели которые собраны корпусах ну сразу недостаток сложность замены или ремонта в чем надо разобрать к в этом корпусе ну порядка не соврать сейчас посчитаю сколько у меня здесь лежит винтиков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 и еще тут 1 2 3 18 еще 4 22 22 но от 22 до 28 то и больше надо разобрать раскрутить саморезиков шурупчиков так как правильно назвать вот такие вот мелкие он такие вот мелкие их надо выкрутить чтобы добраться до самой тем управления будем так органов управления полетного контроллера регулятора приемника но у меня прощенно здесь видео передатчик у меня в ноге крепит так что здесь и подсоединяется здесь выводы есть всевозможное питание но мороки много не всегда хочется даже это бывает и связываться с этим он иногда стоит ждет когда я созрею для того чтобы произвести какие-то изменения перемены в этом квадрокоптере вот или в его электроники ну и кроме того они часто разная смотря можно взять корпус и маленькие допустим взять sim и 5-дюймовые у них маленькие модели есть и больше а еще одно один плюс надо сказать сюда можно ставить аккумулятор практически любой емкость и размера если позволяет рама хоть снизу хоть сверху отступление вот здесь еще недостаток какой что аккумуляторы определенного размера или если вы используете штатный аккумулятор здесь в данном случае 3-баночный аккумулятор определенной длины и определенной толщины вовнутрь или же если вы используете внешне то есть вот как вот здесь то вот у меня ремешок я вот цепляю снаружи вот могу прицепить такой аккумулятор могу присоединить такой вот аккумулятор вот тоже сюда чуть больше зависит могу 5-баночный аккумулятор на литий литийонные значит 21700 я сейчас покажу вот такой могу аккумулятор поставить вот здесь на четыре с половиной на четыре семьсот миллиампер часов вот такой эти малисель ски все цепи ремешок меняю побольше по длине ремешок ставлю и без проблем вот но здесь но опять же но не длинный литий-полимерный сюда уже только короткий можно сказать короткий вот эти полимерный трехбан это был четырех баночный к сожалению одна банка бакова она оказалась передела в трех баночный четырех баночный можно пяти баночные но не длинные то здесь по длине ограничен раньше я использовал в этих моделях два аккумулятора вот у меня знаете сюда крепился или вот сюда вставлялся аккумулятор для управления для питания подвеса и приемник приемник у меня вот здесь в ноге в ноге подключается к полетному контроллеру треничком и камера с другой стороны тоже камеру с подвеса курсовая камера она тоже подключается здесь единственная провода так вот недостатки это ограниченные возможность по аккумуляторам сложность в разборке то есть добраться при ремонте не так часто мы его ремонтируем поэтому это этот ремонтировать приходится после каждого полета вот это практически после каждого полета а этот он годами может лежать если не надо внести какие-то изменения конструктивные вот этот у меня например пять лет назад был собран и только вот сейчас я внес некоторые изменения некоторые изменения то есть собрал в новый корпус его тот корпус уже был на скотче а этот новый новенький эти беленький чистенький корпус нигде ничего никаких царапин вот я собрал в новый корпус и решил как я сказал что у меня был было два аккумулятора один аккумулятор был для подвеса и для питания передатчиков фпв передатчик телевизионного я с использованием литий-ионных аккумуляторов большой емкости высокотоковых я решил запитать как и положено и видео передатчик и подвес от одного источника питания от литий-ионного аккумулятора пятибаночного или четырехбаночного до период такая вот у меня сборка два аккумулятора двухбаночных это от сим x8 у меня остались я их собрал перепаял разъем сделал четырехбаночный четырехбаночный на 2200 к 200 миллиампер часов с этим он летает порядка десяти минут порядка 10 а с четырехбаночный литий его литий-ионный 21700 малисеревский я вчера пробовал ну фрагментник по покажу чтоб не быть голословным без подвеса при 80 процентной емкости аккумулятора потому что он был уже разряжен он у меня пролетел свободно 20 минут и я его опустил при заряде аккумуляторов 325 вольта на банку так что такой у меня получился полет это 20 минут на 80 процентов ну где-то может быть 85 процентов емкости было а если еще представьте 15 процентов еще добавить это он бы у меня пролетал и 30 минут на 25 минут это точно но одно но он у меня летал без подвеса и экшн камеры то есть а если подвес и экшн камеры ну давайте здесь 120 и 80 еще 200 грамм сюда мы добавим 210 210 грамм к весу довольно таки тяжеленький будет 25 минут будет это вот при соседе такая вот мах махина 9 с половиной дюймовыми винтами летает 25 минут мавики так я не помню как phantom сколько летают но кажется phantom 20 минут не летать этот летает с подвесом он будет летать 20 минут 25 точно будет будет летать недостатки да вот такие преимущества в корпус корпус неубиваемый я вам говорю падал он у меня со 120 метров падал летел вместе с подвесом секс он камеры только сломались ноги доказательством пристав фрагментик сейчас я вам покажу это падение так возвращаемся не понял полеты этого и падения. Ничего. Вот вчера я только тот корпус снял. Он налетал и летал. Сколько падал. Ноги заменил белые на черные поставил, потом белые купил еще. Шасси. Шасси меняется. Можно и четыре ноги ставить, и можно две парные, более высокие, фантомовские. Можно фантомовские, можно симовские сюда ставить. Почему высокие? Ну, потому что иногда подвес, вот камера, когда, если на этих ногах цепляется, защищенность и крепкий корпус. Крепкий корпус защищает всю внутреннюю электронику. Влага. Пыль сюда не попадает в таких количествах, как в открытом корпусе. Не нуждается, даже не нуждается барометр в том, чтобы закрыть его губкой, прикрывать. Потому что он от ветра, от работы потока воздуха с садовыми винтами, он защищен. Поэтому на свое усмотрение, кто хочет, тот может поставить там, при такой сборке губку. Кто хочет, тот не ставит. Поэтому, ну, не обязательно. Во всяком случае, я не видел ни у одной модели, которая собирается в корпусе, чтобы барометр был закрыт. Далее. В любую погоду летают. В дождь, снег летит, и ничего ему не не делается. Единственное, тут, конечно, попадает иногда влага на моторы, если сильный дождь летать. А так, если туман там, он в тумане у меня летал, и никаких проблем. Все нормально было. Что еще из преимуществ? Возможность использования подвеса. Как двухосевого, так и трехосевого. Без проблем. Возможность использовать без подвеса. Курсовая камера крепится и к корпусу, то есть куда вы хотите, можете ее прилепить и будете пользоваться курсовой камерой. Ну, к недостаткам еще можно отнести, что вес, ну, опять же, использование моторов. Здесь моторы используются, в данном случае у меня моторы фантомовские 920 КВ. Грузоподъемность у них, как у подъемного крана, то есть до трех килограмм, он поднимает беспроблемно. Вот, поэтому при отсутствии подвеса можно цеплять сюда тоже какой-то вес, или, допустим, вместо вот этого подвеса использовать, если средство транспортировки какой-то, чтобы крепить какой-то груз, вес там или что-то еще, он может сюда скрепиться и, пожалуйста, поднимайте эти три килограмма, тащите, везите куда угодно. В общем, моторы тяговитые, как правило, ну, были у меня еще модели на 1000 КВ, в корпусе Симы, там моторы используются на 1000 КВ, есть у меня моторы перемотанные по звезде на 1500 КВ, но я не ставлю сюда такие моторы, вот этот на 920 КВ, этот дрон собирался, сам первоначально использовался для аэросъемки, вернее, для аэровидеосъемки, для видеосъемки под подвес, здесь можно использовать винты от 8 дюймов и до 9,5, вот видите, тут 10 дюймов уже не пройдет, потому что, вот я вам показываю, 9,5 дюймов, здесь уже предел, 8 дюймов, 9,9,5 дюймов, работает, кроме того, можно использовать еще и складные, это вот самозавинчивающиеся моторы, штатные моторы у него идут под гайку, поэтому эти откалибровать у меня не получалось, моторы, а которые под гайку, как правило, я их калибрую, и очень, очень хорошо они себя ведут, кроме того, еще есть, как я сказал, складные моторы, но они тяжеловаты, но летают с ними также хорошо, возможность использования GPS-модуля, вот у меня здесь, GPS-модуль большой, можно использовать также внутри корпуса, чтобы не был снаружи, но мне удобно, вот именно с этим GPS-модулем, удобно, чтобы он был сверху корпуса, очень просто, на двухсторонний скотч, все, в общем, вот мое отношение, что я больше привержен к моделям в корпусе, более живучие, долго живучие, по сравнению, вот у меня что 5-дюймовые, что 7-дюймовые, сейчас лежат в ремонте, есть поле для творчества, поэтому я говорю, что купили отдельно, вот этот вот корпус стоит 14 долларов, 14 долларов, а это самое дешевое, блин, будет стоить 17-20 долларов, так это же корпус, да, а это фантомовский корпус, если вы захотите собирать фантомы, он стоит 20-22 доллара, вот, поэтому, так, здесь и лучи ломаются, вот, если вы думаете, что это вечно, нет, тут тоже падают лучи, у меня, в последний раз он воткнулся, ну, правда, после дождя был, вот, вот, вот так вот воткнулся в землю, вот, хорошо, что не высоко летал, вот, а если бы падал так, как этот, у меня ползал 120 метров, то, я думаю, что упал бы он так на луч, вот, так что, можно найти, единственное, что сразу подсказываю, если кто-то захочет собирать, в этом, в таких корпусах, во-первых, сложно будет найти сейчас фонари, я не знаю, не для всех, не для всех моделей, которые давно уже вышли с производства, не всегда есть фонари, раз, и, во-вторых, когда просите у продавца, чтобы он вышел в корпус, просите вместе с винтами крепежными, и, как правило, они присылают без винтов, то, если вы попросите, он с удовольствием вам вышлет штук 5-10 пакетиков, маленьких пакетиков, таких вот, таких вот пакетиков, вот с этими винтами, у вас будет на всю оставшуюся жизнь запас этих винтов, он мне последний раз 10 пакетиков выслал, там по 20 винтиков пакетики было, 200 штук прислал, и у меня вот такая вот банка, вот видите, вот такая вот банка у меня полная вот этих винтиков, так что, про запас. Ну, что я хотел вам рассказать, поделиться, ну, это чисто мои субъективные размышления по поводу, какие квадрокоптовые лужи, нет, на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. Кому-то нужны спортивные модели. А зачем собирать на раме, как я знаю, что люди первый квадрокоптер собирают, и собирают сразу же на раме. Летать не умеют толком, не научились, но хотят на раме и спортивные. Да, чтобы на раме собирать, надо учиться, сразу учиться летать в акро. А то, чтобы научиться держать в акро квадрокоптер, проще держать, научиться вот такой. Понимаете, чем на раме маленький. Это кажется, что маленький, значит, проще, ничего подобного. Вот такой учиться в акро летать, ну, конечно, без прибамбасов, без подвесов, без... А потом уже на рамчик на него поставить, подвес поставить, то, все, вот, уже из него сделать для аэровидеосъемки, там, или, ну, что для каких целей, для переноски тяжести, вот. А потом собрать следующий уже на раме, маленький, там, 5-дюймовый, вот. Ну, уже какой захотите, то есть, я бы вот на вашем месте начинал бы с таких квадрокоптеров. Вот, во-первых, легче собирать, вы уже получите навык в сборке, вот, уже будете знать, как же это делается, то есть, можно будет экспериментировать. А тут с маленьким надо сразу уже, что-то обрезали не так, уже потом, что-то не так припаяли, можно испортить какую-то деталь, какой-то элемент в сборке. Ну, вот и все, что я хотел сегодня вам рассказать, о чем, вернее, с вами поговорить, так как сижу на даче, время есть, копаю огород и пытаюсь, пытаюсь что-то делать, деталь. Спасибо за внимание, кто потратил свое время, то, чтобы меня послушать. Если было полезно, я буду рад. Да, если нет, ну, что ж, на нет и сюда нет, как говорится. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok